Для работы с текстовыми файлами нужен текстовой редактор. Самые известные это V, его современная реализация Vim, Emax и Nano. Я хотел бы объяснить только Nano, так как он попроще, но очень важно уметь работать с V и от этого никуда не деться. Nano не везде установлен по умолчанию, и без умения работать с V может сложиться ситуация, что вы и Nano не сможете установить. Нет, теоретически можно и без V обойтись, но это потребует у вас много времени, и легче научиться хотя бы базово работать с этой программой. И не то чтобы V хуже или сильно сложнее. Большинство админов и программистов как раз таки предпочитают Vim. Короче, я рассмотрю обе программы, чем пользоваться решайте сами, но уметь работать с V нужно в любом случае. Начнем с Nano. Суть простая, вы пишете Nano и имя файла, который вы хотите создать или изменить. Открывается программа, и здесь вы можете вводить текст, изменять его и перемещаться с помощью стрелок. Чтобы быстро перемещаться между словами, можно зажать Ctrl. Чтобы перейти в начало строки, Ctrl-A. Чтобы в конец, Ctrl-E. Внизу есть подсказки по горячим клавишам. Значок рядом с буквами означает Ctrl, то есть допустим Ctrl-G для небольшого гайда. В гайде, кроме знака Ctrl, также встречается M. Это не буква M, а клавиша Meta. Ее обычно заменяют клавиши Escape, либо Alt, либо Windows. Допустим, комбинация Alt-U. Чтобы закрыть это, как видите, внизу есть подсказка Ctrl-X. Разбирать все горячие клавиши я не буду, но давайте пройдемся по основным. Начнем с сохранения. Написали какой-то текст, хотим сохранить. Нажимаем Ctrl-O. Внизу появится поле, где можно указать новое имя для файла, либо оставить то имя, которым указывали, когда запускали Nano. Нас это имя устраивает, поэтому нажимаем Enter и видим, что внизу появилась надпись, где сказано, сколько линий у нас в файле. То есть файл сохранился. Чтобы выйти, Ctrl-X. Если перед закрытием вы сделали какие-то изменения, то Nano задаст вопрос, сохранить изменения или нет. Тут пишем Y или N, или Ctrl-C. Все как указано в подсказке. Давайте опять возьмем файл etc.pass.vd. Как вы видите, внизу надпись нас предупреждает, что этот файл невозможно редактировать, потому что у нас нет прав на это. Поэтому просто скопируем этот файл себе в домашнюю директорию, а с копией файла у нас не будет проблем, так как эта копия принадлежит нам. Откроем копию файла и убедимся, что теперь такой ошибки нет. Нередко нам бывает нужно сориентироваться, в какой строчке мы сейчас находимся. Для этого нужно нажать Ctrl-C. Появится подсказка, на какой линии вы находитесь, на каком символе этой линии, на каком символе файла в целом. Можно еще нажать Alt-Dies, то есть Alt-Shift-3. Хотя это может отличаться от дистрибутива, нужно смотреть в подсказке Ctrl-G. Слева появится нумерация строк. Но если мы закроем Nano и заново откроем, то придется заново включать нумерацию. А давайте сделаем так, чтобы нумерация была всегда видна. Для этого нужно подредактировать файл конфигурации Nano, Nano-RC, который должен находиться в домашней директории пользователя, и должен быть скрытым. То есть имя должно начинаться с точки. Пишем nano-slash.nano-RC. Я использую тильда слэш, потому что не важно, где я нахожусь, тильда слэш всегда везет в домашнюю директорию. Ну и название файла .nano-RC. Файл новый, потому что до этого мы никаких настройок Nano не сохраняли. Пишем setLineNumbers, сохраняем и выходим. Открываем файл. И вот теперь по умолчанию нумерация включена. Теперь попытаемся найти строчку нашего пользователя User. Нажимаем Ctrl-W и появляется надпись search. Пишем user. Вариантов может быть несколько, и чтобы ходить между вариантами, нажимаем Alt-W. Теперь попытаемся перейти сразу на какую-то строчку. Пишем Ctrl-W, потом сразу Ctrl-T. Появится строка с предложением ввести номер строки и символа. Можно просто написать номер строки и Enter, либо номер строки и символа через пробел. Часто нужно бывает вырезать или скопировать целую строку. Для этого нажимаем Ctrl-K, чтобы вырезать, и Ctrl-U, чтобы вставить. Можно также переместиться в другое место и снова нажать Ctrl-U, можно даже несколько раз. Очень удобно, когда нужно несколько похожих строк. Можно также разом вырезать несколько строк. Нажимаем Ctrl-K несколько раз, потом при нажатии Ctrl-U вставляются все вырезанные строки. Чтобы отменить последние изменения, нажимаем Alt-U. Ладно, не буду переусложнять. Для начала вышесказанных горячих клавиш для работы с Nano вполне хватит. Некоторые другие клавиши мы рассмотрим, когда непосредственно начнем работать с файлами. Теперь перейдем к V. Я не буду так же детально рассматривать V, только пройдусь по самому необходимому. Сам я V не пользуюсь без необходимости. Но для желающих в интернете миллион гайдов и даже игра, объясняющая, как работать с V. Ссылку я проложу. Точно как и с Nano, вы можете написать V в файл, чтобы создать файл или изменить этот файл. В V есть несколько режимов. Командный режим, режим ввода и режим последней строки. Когда вы открываете V, вы оказываетесь в командном режиме. В этом режиме вы не можете писать текст, но можете выполнять команды. Допустим, X для удаления символа, два раза D для удаления строки. Бэкспейс в V не работает, но стоит учесть, что CentOS вместо V открывает Vim, а в нем бэкспейс работает. Чтобы перейти в режим ввода, можно использовать несколько клавиш. Нажимаем I маленькое и начинаем писать ровно там, где был курсор. Чтобы выйти из режима ввода, нажимаем Escape. Если нажать I большое, то есть Shift I, начинаем писать сначала строки. Маленькое А, начинаем писать с курсора. А если А большое, то есть Shift A, с конца строки. О маленькое, добавляем строку ниже и начинаем в ней писать. О большая, строка сверху. Дальше, если хотим сохранить это безобразие, в командной строке нажимаем Shift ZZ. Ну и третий режим, режим последней строки. Чтобы перейти в него, нужно в командном режиме написать двоеточие, то есть Shift и двоеточие, оно рядом с пробелом. Снизу появится двоеточие. Тут вообще много команд всяких, можно ввести, но нас интересует в основном, как сохранить и как выйти. Итак, если изменений нет, то пишем просто Q. То есть, чтобы стало двоеточие Q и нажимаем Enter. Если вы сделали какие-то изменения, то есть я нажал I, ввел какой-то текст, а потом нажал Escape и двоеточие, то при попытке написать Q и Enter, мне сразу появится ошибка с подсказкой, что мне нужно добавить восклицательный знак. Я пишу Q, восклицательный знак и Enter, и никакие изменения не сохраняются. Если же я хочу сохранить изменения, я пишу W и Enter, и изменения сохраняются. Я разом могу сохранить изменения и выйти, как Shift ZZ. Для этого я пишу двоеточие WQ. Несмотря на все эти сложные махинации, V, а точнее Vim, очень любят в народе. Для задач администрирования функционала нано вполне хватает, но каждый сам решает, с каким редактором ему работать. И тем не менее, обязательно научитесь работать с V, хотя бы базово. Открыть файл, изменить какой-то текст и сохранить, либо не сохранять.